Музыка Господин посол, я очень рада вас видеть в студии. Мозамбик – это очень интересная, экзотичная страна, африканская, но, к сожалению, довольно мало знакомая россиянам. Так что, конечно, ожидаю интересный разговор и будем разбираться. Когда я готовилась к нашему с вами интервью, естественно, я почитала некоторые интересные факты. С одного мне хотелось бы начать. Такая женщина, как госпожа Гарсия, она была замужем за президентом Мозамбика до 1986 года. И через 12 лет она стала женой другого президента, главы ЮАР Нельсона Манделла. Таким образом, она единственная женщина в мировой истории, которая была леди двух государств. Большое спасибо за возможность приехать к вам в студию и встретиться с вами лично, чтобы поговорить о Мозамбике. Если говорить о территории, то Мозамбик – довольно большая страна, где можно встречать праздник Унтуры и где есть возможность для всех, в частности, в области сельского хозяйства. А еще в Мозамбике очень много красивых женщин. И как вы верно заметили, Грасса Машел – это очень сильная женщина. Даже можно сказать, что она стала мостом между Мозамбиком и ЮАР. Как вы отметили, она была женой Самора Машелла, а потом Нельсона Манделла. Она очень сильный лидер, и не только Мозамбика, но и на международной арене. Я был очень рад возможности когда-нибудь пригласить вас в Мозамбик, чтобы у вас появилась возможность познакомиться с Грассой Машелл. Чтобы вы смогли общаться с ней напрямую, и вы бы увидели, какой она человек. Ой, с большим удовольствием, тем более я действительно никогда не была в Мозамбике, и надеюсь действительно воспользоваться вашим приглашением и приехать в ближайшее время. Тогда нам остается обсудить только детали вашего визита в Мозамбик. Спасибо. Ну, естественно, после интервью мы обсудим. Кстати, я хотела подхватить вот эту тему. Мне понравилось, как вы сказали, что в Мозамбике очень красивые женщины. Я абсолютно с этим согласна. Посмотрела картинки, фильмы. Но согласитесь, вы самые тоже одни из красивых женщин, если не самые, то в России. Согласны с этим? Согласна. Тогда следующий вопрос. Господин посол, еще один очень интересный факт о Мозамбике, что там нет интернета и нет мобильной связи. Это вообще так или не так? Иногда то, что нам говорит и показывает пресса, не всегда соответствует действительности. На данный момент в Мозамбике есть четыре мобильные компании, которые обеспечивают мобильную связь и интернет. Также стоит отметить, что циклон Идай, о котором так много говорилось в новостях с 4 марта, прошел в Мозамбике и его окрестностях. И он послужил причиной обрыва связи и интернета, но спустя пять дней связь, конечно, восстановили. Ну, естественно, я не могла не задать этот вопрос, потому что действительно готовилась и смотрела информацию из интернета, поэтому здесь мы с вами увиделись и хотя бы можем действительно узнать что-то правдивое о стране. Скажите, пожалуйста, господин посол, как вы оцениваете экономические отношения между нашими странами? Могу сказать, что экономические отношения между нашими странами довольно крепкие, находятся в отличном состоянии и продолжаются уже довольно долгое время. Они начались в 60-х годах, когда Советский Союз помогал Мозамбику в борьбе за независимость. И после получения независимости они продолжают развиваться. На сегодняшний день, можно сказать, что они находятся на очень хорошем уровне. В 2018 году у нас была межправительственная комиссия, которая как раз оценивала состояние двусторонних отношений между нашими странами. И комиссия оценила их как отношения хорошего уровня. Также можно отметить визит министра иностранных дел господина Лаврова в Мозамбик. И министр иностранных дел Мозамбика господин Жозе Пашека тоже нанес визит в Москву. Мозамбик всегда принимает участие в Международном экономическом форуме Санкт-Петербурга, где у нас есть возможность развивать наши отношения. Скажите, а вот в каких областях мы сотрудничаем? Мы сотрудничаем в разных областях. В газовой, геологической, в военной и других. Если говорить об образовании, то на территории Российской Федерации находится довольно большое количество студентов из Мозамбика, которые учатся на бюджетной основе благодаря двухсторонним отношениям между нашими странами. Довольно много продукции экспортируют из Мозамбика в Россию и наоборот из России в Мозамбик. Так что можно сказать, что отношения развиваются довольно интенсивно. А, кстати, какие продукты из Мозамбика в Россию приходят? В основном это креветки и разные виды рыбы. Скажите, господин посол, а как вы оцениваете бизнес отношений между нашими странами? Ну, что я имею в виду, отношения как раз малого и среднего бизнеса, на чем в основном строится экономика стран. Есть интерес у российских бизнесменов к мозамбикскому рынку и наоборот у бизнесменов из Мозамбика к российскому рынку? Да, интерес есть. Очень много представителей малого бизнеса обращаются к нам в посольство и просят оказать консультативную помощь, как и где им инвестировать в Мозамбик. Могу привести пример компании среднего бизнеса, которая занимается производством слуховых аппаратов. Они обратились к нам, после чего съездили в Мозамбик и сейчас общаются с нашей делегацией на достаточно хорошем уровне и уже договорились о партнерстве. Еще буквально два месяца назад к нам обратился предприниматель, который интересовался бизнесом в туристическом направлении. Мы посоветовали поехать в Мозамбик, чтобы прямо на месте все посмотреть и когда он вернулся, то сообщил, что готов открыть там базу отдыха. Я в феврале посещал инвестмент-форум в Сочи и общался там с разными предпринимателями. Среди них был один производитель парфюмерии, который также был заинтересован возможностью открыть свою компанию в Мозамбике. Также есть группа из 12 компаний в области энергетики, которые тоже собираются поехать в Мозамбик для того, чтобы развивать эту отрасль. И они, конечно, тесно общаются с посольством, чтобы реализовать свои планы. Вот, господин Басов, как раз мы очень важной темой сейчас коснулись. Это именно, видимо, недостаток информации и с одной, и с другой стороны. Вот у нас при первом неофициальном канале есть деловой совет, где как раз власть напрямую может пообщаться с бизнесом. Я приглашаю вас стать членом нашего делового совета. Я уверена, вам есть что рассказать и рассказать как раз нашим российским бизнесменам о преимуществах ведения бизнеса в Мозамбике. Что касается вашего делового совета, то мне очень приятно знать, что такое существует. Я с радостью приму в нем участие здесь, в Москве. Если вы мне заранее направите информацию, то я смогу сообщить своим коллегам в Мозамбике, для того, чтобы они смогли принять в нем участие. Это будет замечательно. Господин Посолков, в какое время года лучше ехать в Мозамбик и вообще, что делается для привлечения туристов в вашу страну, ну и в частности туристов из России? В Мозамбике тропический климат. Летом бывает примерно 30-40 градусов Цельсия. А зима в Мозамбике это как лето в России, так что туристы могут приезжать в любое время года. У нас в стране протяженность пляжей примерно 2700 километров. Кристально чистая вода, где можно заниматься дайвингом, спортивной рыбалкой, есть сафари и очень большие национальные парки. Также можно заниматься экотуризмом, потому что наша природа для этого вполне подходит. В Мозамбике можно встретить различные виды культуры, что, конечно, влияет на приготовление разных блюд. Да, вот, кстати, мне рассказывали, что действительно о национальных блюдах Мозамбика можно слагать легенды, что это действительно что-то уникальное и что-то вкусное. Ну, кстати, вот можете назвать какое-то такое национальное одно, ну, может быть, два блюда, которые стоит обязательно попробовать. И можно попробовать только в Мозамбике. У нас есть провинция, она называется Замбезия. Там есть блюдо, которое готовится из курицы. Оно так и называется. Курица по-замбекски. Это блюдо можно попробовать только там. Также можно попробовать креветки, приготовленные именно по рецепту Мозамбика. Матапа тоже является блюдом национальной кухни Мозамбика. Оно готовится с добавлением листьев маниока. Эти листья также можно добавить в креветки. Но до того, как вы поедете в Мозамбик, чтобы попробовать эти блюда, я советую вам попробовать их в Москве. Для того, чтобы вы убедились, что вам действительно стоит приехать, попробовать эти блюда. И в этот день я сам все приготовлю. Договорились. Так, еще один очень интересный факт о Мазамбике. Смотрите, на флаге, это опять же единственное государство в мире, где на флаге изображен автомат Калашникова. Как так получилось? Для нас автомат Калашникова это оружие, которое было использовано в борьбе за независимость. И да, это много значит. Можно сказать, что для нас это символ. И мы всегда будем ценить это. Тот факт, что на государственном флаге есть оружие, действительно интересен. Несколько стран, входящих в ООН, подходили и спрашивали, почему у вас изображено оружие. Это значит, что Мазамбик защищает войну? Мы отвечаем, нет. Это для нас значит совсем другое. Несколько раз обсуждали вопрос о том, чтобы убрать оружие с флага. Были люди за и против. Но мы пришли к выводу, что его нужно оставить. Также на флаге изображено орудие сельского хозяйства. То есть флаг для нас символизирует свободу и сельское хозяйство. Ну, смотрите, что еще, конечно, объединяет наши страны, это любовь к футболу. Как в России любят футбол. Я знаю, что в Мазамбике действительно самый популярный вид спорта – это футбол. Поэтому не могу не спросить, смотрели ли вы чемпионат мира по футболу у нас в России. Как вы вообще его оцениваете? И, кстати, приезжали ли болельщики из Мазамбика в Россию? Во-первых, я хотел бы воспользоваться вашим каналом для того, чтобы поздравить Россию с прекрасной и успешной организацией чемпионата мира по футболу. Можно сказать, что это один из самых успешно организованных чемпионатов мира, которые когда-либо были. Я был в Москве во время чемпионата мира, смотрел почти все матчи, но не ходил на стадион, смотрел дома. В Мазамбике люди действительно очень любят футбол, поэтому приезжали посмотреть очень многие. Во время чемпионата мира приезжали и многие делегации посмотреть матчи. Они посетили разные города – Сочи, Санкт-Петербург, Казань и Москву. К сожалению, наша команда не участвовала в чемпионате мира. Нужно сказать, что наша команда не самая сильная в Африке, но в Мазамбике есть другие виды спорта. Это хоккей с мячом, в который мы хорошо играем, баскетбол. Женская команда тоже очень хорошо играет. Еще раз хочу воспользоваться случаем и поздравить Россию с блестящей организацией чемпионата мира. Спасибо. Спасибо, господин посол, за интересный разговор. Я желаю вам успехов и надеюсь вас увидеть в нашей студии еще не один раз. Спасибо. Спасибо. Спасибо.